Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляем вас с великим и радостным днём! Днём Победы! Сегодня государственная телерадиокомпания «Волга» расскажет и покажет, как отмечали 9 мая в Ульяновске. Центральное место в нашей программе займёт трансляция парада. Ну а начнём мы с возложения гирлянды памяти к обелиску славы. Мы помним, мы гордимся. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» На братских могилах не ставят крестов. И даже спустя десятилетия павших воинов здесь не забывают. У монумента в Воскресенском некрополе свежие цветы на плитах, в граните увековечено каждое имя. В бесконечных списках сотни, тысячи так рано прерванных судеб. За каждой персональной историей, слившейся воедино в историю подвига великого народа. Это тоже герои, и это тоже историческая память. Я просто хочу обратиться ко всем ульяновцам и жителям Ульяновской области. Давайте все вместе будем помнить подвиги наших героев. Для России нет больше, более великого праздника, чем День Победы. Тут же траурные марши, те же красные гвоздики, но уже в парке имени Матрозова. В далеком 42-м отсюда, на Соловецкие острова, в школу Юнг, отправились 175 ульяновских мальчишек. Друг другу просили, чтобы матери написали разрешение, а многие уходили просто так, оставив дома записку. Я ушел бить фрица. В море в ураган войны судьба закинула Юнгу Ефима Семенова. Письмо Ворошилову от молодого человека. 97-летний ветеран до сих пор помнит и декламирует публично. Я быстро подрасту и стану вместо брата с винтовкой на посту. В честь героев Великой Отечественной устанавливают новые памятники. Этот, работы Олега Клюева, посвящен Юнгам Северного флота. Совсем мальчик, молодой матрос, держит в руках бинокль и сигнальные флажки. Историю о таких, как он, его по сути сверстники, узнают в школах и детских садах. Патриотическое воспитание на сегодняшний день стало частью национального проекта. И я думаю, что каждый, наверное, понимает, что именно патриотическое воспитание является фундаментом любого государства. Старый вокзал – знаковое для Ульяновска место. Для пассажиров он давно закрыт. Но именно отсюда в годы войны на фронт уходили первые эшелоны. И сюда же спустя несколько лет возвращались с победой. В вагонах-теплушках по тем самым дорогам войны, на тех самых локомотивах мира. Сегодня под пронзительный сигнал паровоза цветы к монументу возлагают ночные волки. И безмолвное молчание – тоже в память о военных-освободителях, преклонив колено в честь каждого героя. Мы помним, мы гордимся. По-настоящему праздничная, победная атмосфера. Сегодня царит и на венце посадить свое именное дерево Победы. Сюда пришли десятки, если не сотни ульяновцев. На улицу вышли целыми семьями. Давай, давай, давай. Вот так. Такой праздник великий. Мы хотели бы, чтобы дети тоже знали и помнили. Спустя годы здесь зацветут некудрявые березы и непахучие липы. По просьбам жителей на этом пятачке свои ветви раскинут широкоплечья и дубы. Само место тоже выбрано не случайно. Политтехнический университет находится на пересечении таких улиц, как Олега Шевого, как Ульяна Громовой. Это те молодогвардейцы, которые отдали свою жизнь за нашу победу, победу всей нашей страны. У меня младший сын уже сказал, что он будет здесь учиться, потом приедет и будет свое дерево смотреть. Обычно шумные мальчишки и девчонки заметно притихли в их руках не просто молодые деревья. Сад памяти о великой победе и о тех, кто отдал за нее свою жизнь. Своё высаженное дерево я посвящаю своей бабушке Китаевой Лидии Ивановне. 27 миллионов деревьев, рощи и парки, аллеи и целые леса появляются в России и далеко за ее пределами. Сотни тысяч каштанов, рябины и сирень до конца мая продолжат высаживать и в городе. Трудовой доблести. Сегодня посадили 158 дубов в честь памяти 158 героев Советского Союза, жителей Ульяновской области. Эти дубы простоят здесь сотни, если не тысячи лет. Каждый как живой памятник павшим. Это один из самых долгожителей. Как минимум на 4-5 поколений вперед можем оставить память. Дерево очень красивое, мощное, как наша страна, наши люди. К тем, кто и сегодня на службе присоединились волонтеры, школьники и студенты. Кто-то слышал о войне из первых уст, а кто-то о героях своей семьи видел лишь на фотографиях. К сожалению, ветераны уходят из жизни, их становится все меньше и меньше, но память о войне, память о героях, о тех, кто отдал жизнь за победу, чтобы мы жили, она остается в наших сердцах и нужно это передавать следующим поколениям. Вот этому малышу еще и года нет, но папа в погонах точно знает, быть стойким и мужественным никогда не рано. Хотелось бы, конечно, продолжить. Будем показывать пример, постараемся. Мы служим, Василий. Мы помним, мы гордимся. И сейчас парад победы. В этом году из-за пандемии коронавируса он прошел на Соборной площади Ульяновска без зрителей. Тем не менее, здесь работала передвижная телевизионная студия ГТРК «Волга», благодаря чему прохождение войск Ульяновского гарнизона торжественным маршем смогла увидеть огромная интернет-аудитория. А началось действие с вноса на площадь знамени «Ульяновск. Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны единым воздухом ульяновских рабочих были слова «Все для фронта, все для победы». Принимает парад начальник Ульяновского от территориального гарнизона полковник Банков Роман Николаевич. Здравствуйте, товарищи связисты! Слышите, товарищи в Великой Отечественной войны! Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Слышите! 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 Дорогие товарищи, поздравляю вас с 76-й годовщиной победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года – это светлая, священная, главная дата нашей истории. Она олицетворяет великое прошлое нашей Родины и устремлена в ее светлое будущее. Это символ нашей гордости и сплочения, который с каждым годом все сильнее объединяет людей, поколения и народы. Это воплощение нашей любви к Отечеству и к людям, которые защитили его на полях сражений и в героическом трудовом тылу. Вечная память погибшим, низкий поклон ветеранам и великая слава всему поколению победителей. Подвиг нашего народа не меркнет с течением времени. Напротив, чем дальше от нас те грозные военные годы, тем яснее мы осознаем его значение. История не прощает безразличия и непоследовательности. Она не прощает расслабленности, беспринципности и самоуспокоения. Это главный урок Великой Отечественной войны. И это главный секрет непобедимости России. Это неизменное правило, которым следует наша Великая и Малая Родина. Правило, по которым живем мы с вами. Нам жизненно важно укрепить связь поколений и времен. Прежде всего, это важно сделать для нашей молодежи. Только так мы можем сохранить, защитить ценности, за которые пролито столько крови. Свободу и справедливость, честь и правду. С праздником вас, дорогие товарищи! С Днем Великой Победы! Торжественное прохождение войск открывает парадный расчет барабанщиков Ульяновского гвардейского дважды краснознаменного Суворовского военного училища. В строю барабанщиков Суворовцы под командованием воспитателя второго учебного курса старшего лейтенанта запаса Куснецова Виталия Николаевича. Торжественным маршем, держа равнений на ветеранов, проходит сводная рота парадного расчета суворовцев. В строю лучшие суворовцы училища. Ребята всерьез определились со своим будущим, избрав профессию офицера вооруженных сил Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет старший воспитатель 6-го учебного курса, ветеран вооруженных сил, участник боевых действий на Северном Кавказе, подполковник запаса Трач Сергей Георгиевич. Торжественным маршем, держа равнений на ветеранов, проходит взвод курсантов 623-го межвидового регионального учебного центра войск связи в форме сухопутных войск времен Великой Отечественной. Под командованием военнослужащего 623-го межвидового регионального учебного центра войск связи Карасева Вадима Михайловича. На Соборной площади взвод курсантов Ульяновского филиала колледжа Государственной муниципальной службы в форме военно-морского флота времен Великой Отечественной войны. Возглавляет прохождение курсант Козлов Дмитрий Владимирович. На главной площади региона взводный парадный расчет 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой Ордена Кутузова 2-й степени бригады. Возглавляет парадный расчет командир гаубичного артиллерийского дивизиона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Кавалер Ордена Мужества гвардии подполковник Гарри Фуллин Эльдар Ракимулович. По площади проходит парадный расчет десантно-штурмового батальона 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады. Личный состав экипирован в современный боевой комплект «Ратник». Командует парадным расчетом гвардии капитан Гречен Палин Юрьевич, обладатель наград Министерства обороны Российской Федерации. На соборной площади сводный батальон 623-го межвидового регионального окружного учебного центра войск связи под командованием командира учебного батальона связи подполковников имена Сергея Ивановича. Парадный расчет 1-й роты учебного батальона возглавляет командир учебной роты связи учебного батальона связи 623-го межвидового регионального учебного центра войск связи майор Щербюк Константин Геннадьевич. Парадный расчет 2-й роты возглавляет командир учебной роты связи учебного батальона связи 623-го межвидового регионального учебного центра войск связи майор Азиханов Ильгиз Ренатович. Парадный расчет 3-й роты возглавляет командир учебной роты связи учебного батальона связи 623-го межвидового регионального учебного центра войск связи майор Елен Максим Юрьевич. Парадный расчет 4-й роты возглавляет командир учебной роты связи учебного батальона связи 623-го межведового регионального учебного центра войск связи майор Ковалев Андрей Викторович. На соборной площади парадный расчет 235-го полка военной транспортной авиации возглавляет парадный расчет начальник штаба полка капитан Эмиля Антон Александрович. На площади курсанты Ульяновского института гражданской авиации имени главного маршала авиации Букаева возглавляет парадный расчет начальник военного учебного центра ветеран воевых действий и кандидат педагогических наук полковник Кузнецов Александр Владимирович. На главной площади области парадный расчет главного управления МЧС России по Ульяновской области. Его возглавляет подполковник Базарнов Михаил Владимирович. Знамя главного управления МЧС России по Ульяновской области в руках капитана внутренней службы Тимочкина Владимира Борисовича. Парадный расчет женщин-офицеров управления федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Ульяновской области возглавляет капитан внутренней службы Малышева Анна Алексеевна. На соборной площади парадный расчет управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области под командованием начальника отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов майора внутренней службы Гуртина Станислава Николаевича. Влад управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области в руках прапорщика внутренней службы Алексеева Алексея Вячеславовича. На площади парадный расчет Ульяновского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» под командованием председателя регионального отделения старшины 9-й роты 345-го гвардейского парашютно-десантного полка Лазарева Николая Алексеевича. В едином строю идут воины разных возрастов и званий. От рядового до полковника, прошедший гарнил афганской войны. Продолжает торжественный марш войск Ульяновского территориального гарнизона парадный расчет Ульяновского филиала колледжа государственной и муниципальной службы. Первую роту парадного расчета возглавляет курсант Максим Малюгин. Вторая рота парадного расчета Ульяновского филиала колледжа государственной и муниципальной службы проходит под командованием курсанта Алсу Никматулиной. Торжественным маршем по соборной площади Ульяновской идут кадеты школы-интерната имени генерал-полковника Чичеватова. Симбирский кадетский корпус юстиции из Корсуна. Парадный расчет возглавляет заместитель директора по военной подготовке, руководитель команды призера Всероссийского кадетского сбора 2019 в Москве Долгов Андрей Геннадьевич. Знамя в руках учащегося 10 класса, участника военно-патриотической игры «Рубеж», участника парада памяти в Самаре Семена Семагина. Ассистент из номеносца, учащийся 11 класса, участник Всероссийского кадетского сбора в Москве Илья Макаров, учащийся 11 класса Олег Беспалов. Торжественное прохождение войск Ульяновского гарнизона продолжает парадный расчет средней школы номер 66. Командир парадного расчета, отличник учебы, вице-сержант Никита Гнидин. Знамя в руках Максима Реброва. На площади парадный расчет сводного батальона военно-патриотического движения «Юнармия». Первую роту парадного расчета возглавляет юнармеец Александр Григорян. Вторая рота юнармейцев проходит под командованием юнармейца Камилы Низамудзиновой. «Юнармия» 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Гаубица Д-30 вставится в не таких доступных местах, куда не можешь проехать. Если, допустим, та же самая ракетная артиллерийская установка, мы у нас сюда завозят. Мы ее устанавливаем для более скрытого, невидимого обстрела. Сегодня сюда приехали цифровые тропосферные станции, небезызвестные релейки, знаменитые буки, а также артиллерия и машины химической разведки. Перед вами образец разведывательной химической машины РХМ-6 на базе БТР-80. Прибор химической разведки дистанционного действия. Дальность до 6 километров позволяет обнаружить отравляющие вещества. Вот эти самоходные ракетные комплексы сегодня борются с маневрирующими целями в условиях интенсивного радиопротиводействия. Все машины, они боевые. Руслан, как тебе, нравится там? Снимаете? Мне танки и ракетные установки нравятся, потому что они мощные, сильно стреляют там. Ощутить огромный масштаб и рассмотреть мельчайшие детали сегодня здесь можно все. Я себя чувствую спецназом. Спецназом? А почему спецназом? Потому что это самая сильная профессия, мне он очень нравится. Я сегодня первый раз попала на парад, за всю свою жизнь первый раз. Для меня это прям очень, я во все глаза смотрела, это прям очень красиво. Ну и какой день победы без традиционных песен военных лет. То, что делают на 9 мая, это большая гордость для всех. Если мы помним о тех победах, которые наши деды совершили, мы будем могучим деревом, у которого будут хорошие побеги и плоды. Самое главное, мир на земле, небо светлое, конечно, это важно. Чтобы не было такого слова «войда». Этот день мы встречаем благодаря тем, кто выстоял, выдержал и победил. Разные поколения сегодня здесь, но среди них практически нет ветеранов. 9 мая они празднуют дома в кругу родных. Обычный дом в обычном дворе. В России таких миллионов, но не во всех живут ветераны Великой Отечественной. Сегодня у Ольги Александровны Галкиной двойной праздник. 9 мая и личный парад победы прямо здесь, под окнами ее квартиры. В свои 95 участница Второй мировой заряжает позитивным настроем. Тягу к жизни не сломили ни ужасы войны, ни тяжелый трудовой путь. События давно ушедших лет до сих пор стоят перед глазами. Хирургический плевой передвижной господи. Фронты движутся, и мы за ними, и мы за ними были. Молоденько было, что там говорить. В почтенном возрасте, убеленная с сединами, она молода душой. Потомкам советует тянить каждую минуту жизни и помнить о тех, кто приближал Великую Победу. Всем здоровья, здоровья и мира, мира над головой. Во дворах, где живут ветераны, сегодня не смолкают песни военных лет. Здесь поздравляют Афанасия Феофановича Золотуева, участника войны, бойца Забайкальского фронта. В составе танковой роты он прошел всю Монголию и весь Китай. Мужественно подавлял вражеское сопротивление у восточных границ. Три танкиста, песня про его боевых товарищей. Разве можно сдержать слезы? У высоких берегов Памура, часовые родины стоят. В лесу при фронтовом, синий платочек, Катюша, темная ночь, бессмертная классика военного репертуара. В разных частях города под окнами ветеранов состоялись 70 живых концертов. Песня, она как судьба, она как жизнь. У каждой своя история, поэтому каждому ветерану поздравления и нежащий поклон и слова благодарности за наше светлое и безоблачное. Сердцем они не стареют, ведь есть у них еще дома дела. Ветераны желают потомкам мирного неба над головой, а мы каждому из них крепкого здоровья. Тех, кто с нами нужно беречь, тех, кого нет, хранить в сердце и вспоминать их имена. Мы помним, мы гордимся. На этом наш специальный выпуск новостей подошел к завершению. До праздничного фейерверка на площади 30-летия Победы остаются считанные секунды. Мы помним, мы гордимся. С Днем Победы! Город... Субтитры подогнал «Симон»!